Девушки отдыхают Рисовал просто потому, что рыбки плавают, птички поют, а художники рисуют А горд за это дарил мне свои сны Светофор, который решил, что он луна Лестница, ведущая в никуда Гастроном с раздвоением личности Или вот креотида, которая по ошибке держала землю И думала, что все ходят кверх ногами Денег мне тогда не водилось вообще Зато я чувствовал себя королем мира Куда все делать? Иногда мне кажется, что эта история только про меня А иногда, что про все наше поколение Вывалившееся в 90-е без штанов и парашюта Жил я в ту пору в уютном подвальчике на Сретенке Обитали мы там с очередной прекрасной принцессой И наглым котяром по фамилии Бегемот А наши друзья в легкую забегали попить чайку Или пожить месячишко Все они были художники, поэты и музыканты Так что в подвальчике никогда не было скучно А по ночам, когда город засыпал, я рисовал свои картинки В каждую из них я вкладывал частичку души И от этого они начинали немножко светиться По выходным я продавал свои картинки на уличном вернисаже Ну, продавать-то я их продавал Вот только покупать их почему-то никто не спешил Люся, нулянь, это ж наш гастроном А то я его днем мало вижу, дебил Пойдем, бабочка, к настоящим художникам Редко кто замечал, что мои картинки светятся А если и замечал, у таких людей почему-то никогда не бывало денег Ну и приходилось им эти картинки дарить Не самый выгодный бизнес Согласен Но мне нравилось Но однажды мои картинки получили главный приз на заморском фестивале Пришлось отправляться в дальнюю страну Летать я никогда не любил Ведь, как известно, душа человека не умеет летать так же быстро, как современные самолеты Отставшие души сбиваются в стайку и летят, неспешно маша крылышками и сплетничая хозяева Через несколько часов душа догоняет человека и возвращается на свое место С границей мне понравилось Немного удивило храбычай есть живую рыбу, сидя прямо на полу И громко кричать при моем появлении Эй! Уй! А с их сэмэем мы так хорошо понимали друг друга, что и переводчика не потребовалось Да что вы, какие медитации Рад, что бухаю для вдохновения Короче, возвращался я в самом приятном расположении духа А вот с душой случилось непредвиденное происшествие Девушки вolt Пришлось ей в Москву пешком шкандыбать, бедняжки. Но про ее мытарство отдельно. А я возвращаюсь себе в подвальчик. Вроде все как обычно, только странно себя как-то чувствую. Как-то забыл, что это важное. Ну что именно? Не помню. Голос у меня какой-то странный, другой стал. А это я без души начал жить. И вдруг оказалось, что времена изменились, и художник без души товар весьма востребованный. Не прошло и пары дней, как меня пригласили в солидную корпорацию. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю вас с престижной премией. Мы поклонники вашего таланта. Ага. Что-то я раньше этого не замечал. Да что вы, разумеется. Понимаете, есть такая задача. Надо объяснить, что водка – это очень полезный напиток. Особенно для молодежи и детей. И так доходчиво в картинках. Денег, как вы знаете, у нас мешок и маленькая тележка. Не обидим. Раньше-то я сразу посылал с такими заказами. А тут думаю, а чё-то я их посылаю-то. Денег-то у них и правда вагон. Пущай хоть с хорошим человеком поделятся. Ладно, сделаем. Только потребуются образцы для портретов. Разумеется. Без проблем. Слыхали вы, заказы стали приличные брать? Ну, можно и так сказать. У нас вообще задача плёвая. Продвигаем сигареты в детские сады. Хорошие сигареты. Качественные. Чувствуйте. Ещё как. Ну чё, сделаем. А давайте я вам сразу кросс-промоушен буду делать. Мол, выпил, закурил и сразу все проблемы решились. Ну, тут они все зарадовались, между собой созвонились, начальству эту идею продали, как свою, естественно. И ещё больше денег отвалили. Конкретно вагон. И вот так я, наконец, стал приличным человеком. Сначала Мерс серебристый купил. Потом джипарь широкий. Потом пентхаус в центре, виллу в Куршавелле и ложу в бенуаре. Хрен знает зачем, я даже не знаю, где этот бенуар на мой имиджмейкер настоял. Ну, это же основа системы. Определёжки пирожка работники получают вилочку и ложечку. А начальники виллу и ложу. И чтобы пробиться к пирогу, нужно что? Что? Зубы. И имидж. Это я понял. Не понял только, откуда у меня имиджмейкер взялся. Но париться по этому поводу не стал. Наверное, они к деньгам автоматически прилагаются. Ну и пошло-поехало. Украсил я свой город так, что самому смотреть тошно. Зато в гендиректора по рекламе пробился. Биг босс, не хухры-мухры. А жизнь моя стала легка и приятна. Утром кокос, чтобы глаза обыграть после ночного кастинга. Днем смотреть, как мои директора на манагеров рычат, чтобы те дизикнерам спуску не давали. Вечером эфирчик со всякими селебритис, а там опять кастинг. И только все наладилось. На тебе. А, это ты, блин. Ну, проходи, раз приперлась. Эй, чувак, ты чё не рад? Тебе плеснуть? Мне? А, ну да. Ну ты как? Я отлично. Чисто всё в шоколаде. Вон, альбомы мои, глянь. Видало, какое издание? Но это же не твои картинки. Почему не мои? Я их уже не рисую, конечно. Только идеи выдаю. Но все права за мной. Не подкопаешься. Так они же больше не светятся. Да и плевать. Тренды теперь другие. А свет этот твой сказкой для неудачников. Да ты просто сдулся. Тебе и сказать-то нечего, господин бывший художник. Я? Бывший? Мне нечего? Да я сейчас такую инсталляцию заделаю. Весь мир охренеет. Продолжение следует... Дамы и господа, леди и джентльмены, еще никто никогда не решался за такое. Встречаем революционную мега-инсоляцию маэстро обнаженная душа! Господа, невероятная новость! Час и коллекционер приобрел инсталляцию маэстро за 21 миссион! Встречаем революционную мега-инсоляцию маэстро Как ты посмел продавать? Встречаем революционную мега-инсолицию маэстро Давай, чувак, жми Мы начнём всё заново Нам бы только до подвальчика добежать Но только нету больше того подвальчика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok